Риски для экономики как в Киеве оценивают потери в случае сокращения транзита газа. 1 ноября 2019 года, 16-12. Алексей Заквасин, Елизавета Камарова. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему к 2021 году может сократиться в три раза. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины. В НБУ подчеркивают, что такое резкое падение объема в прокачке топлива напрямую связанной со строительством России обходных газопроводов. В результате, как признает регулятор, Киев потеряет значительную часть валютных поступлений. Эксперты отмечают, что ситуация для Украины может усугубиться еще больше из-за отсутствия соглашения с РФ о дальнейшем транзите, поскольку действие текущего контракта заканчивается 1 января 2020 года. Национальный банк Украины, НБУ, прогнозирует резкое снижение объемов транзита голубого топлива по газотранспортной системе, ГТС, страны. Согласно базовому сценарию регулятора, в 2020 году они сократятся с 90 миллиардов куб. М до 50 миллиардов куб. М. С 2021 года прокачка газа и вовсе не превысит 30 миллиардов куб. М. Считает в НБУ. Прямые потери экономики по сравнению с объемами транзита на уровне 2019 года составит 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году, говорится в сообщении НБУ. В НБУ отметили, что ежегодно республика зарабатывает на газовом транзите около 3 миллиарда долларов. Сокращение объема прокачки не только может привести к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения потребностей Украины в газе. Снижение доходов от транзита по ГТС НБУ объясняет тем, что Россия активно вводит в эксплуатацию обходные газопроводы. По суммарной мощности новая инфраструктура, которая достраивается в интересах Газпрома и его европейских партнеров, будет способна полностью заменить украинскую ГТС в ближайшие годы, указывает регулятор. Придется набирать долги. Напомним, что 30 октября энергетическое агентство Дании выдало компании Nord Stream. 2. AG. Разрешение на прокладку участка газопровода «Северный поток» 2 через континентальный шельф страны. Строительные работы должны стартовать в ближайшее время. Они позволят окончательно завершить проект. Суммарная мощность двух ниток «Северного потока» 2 составит 55 миллиардов куб. Тактика вызывает много вопросов. Как «Нафтогаз» угрожает москвейсками во время переговоров о транзитном договоре? «Нафтогаз» снова готовит иск против «Газпрома». Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренько. Так он. Глава НАК «Нафтогаз» Андрей Кабалев назвал решение Дании ожидаемым. На своей странице в Facebook он написал, что на сегодняшний день сдержать реализацию проекта газопровода могут только санкции против компании участников. «Северный поток» 2 Кабалев назвал геополитическим оружием Москвы. В сложившейся ситуации, как считает руководитель «Нафтогаза», Украине необходимо продолжать реформ газового рынка, а также завершить интеграцию в правовую систему страны европейского энергетического законодательства. По мнению Кабалева, данные меры позволят защитить украинских потребителей и партнеров в ЕС. Как заявил в разговоре с RT, директор Украинского института анализа и менеджмента политики «Киев», Руслан Бортник, за красивыми фразами Кабалева скрывается стремление Киева повысить цены на голубое топливо. В краткосрочной перспективе они будут расти для промышленности. Уже в ноябре украинские предприятия заплатят за природный газ на 18,4-19,6% больше, чем в октябре. Рост цен на газ ослабляет конкурентные преимущества украинской промышленности. Кроме того, он провоцирует скачок тарифов на услуги ЖКХ. Чтобы Зеленский смог выполнять свое обещание, не повышать их. Правительству придется увеличить объем субсидий. Эксперты констатируют, что первым негативным следствием сокращения транзита российского газа через ГТС станет падение государственных доходов Украины. В 2020 году объем поступлений в казну, как ожидает правительство, составит 1,0795 ТРЛН гривен, около 43,6 миллиарда долларов, причем почти половина денег налогоплательщиков уйдет на погашение долгов, 438 миллиардов гривен, или 17,7 миллиарда долларов. Если Киев не добьется радикального повышения тарифа на транзит, а это маловероятно, то лишится до 5% своего дохода, или приблизительно 2 миллиарда долларов. Сумма весьма значительная в масштабах Украины, и где ее взять, никто не знает. Скорее всего, вновь придется набирать долги, считает Бортник. Пытается шантажировать Россию. Еще одна проблема, которую пока не может решить Киев, отсутствие договоренности с Москвой о транзите газа в Европу. Действующие соглашения истекают 1 января 2020 года, и в настоящее время стороны не пришли к компромиссу. Также по теме. Вредят не только Северному потоку, 2. Nord Stream 2 AG, а спорит поправки к газовой директиве ЕС в суде компания, оператор строительства Северного потока, 2. Nord Stream 2 AG, заявила о намерении оспорить в суде поправки к газовой. В конце 2019 года заканчивается действие десятилетнего соглашения между Украиной и РФ о транзите газа. Переговоры о новом контракте продолжаются, и определенности ни по срокам, ни по объемам транзита пока нет, говорится в сообщении НГУ по итогам трехсторонних консультаций, состоявшихся 28 октября. В настоящее время между Украиной и Россией действует соглашение по транзиту, заключенное в январе 2009 года между премьер-министрами двух государств Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко. Помимо прочего, документ обязывал Киев закупать не менее 33 миллиардов куб. М газа в год, но с 2014 Украина не выполняет это условие. В ноябре 2015 года Киев полностью прекратил приобретать голубое топливо у «Газпрома». С этого момента Украина стала импортером европейского газа, который поставляется из Словакии, Венгрии и Польши. Владимир Жерехин напомнил, что европейский газ поступает на Украину по реверсной схеме. По сути, это все тоже российское топливо, которое приобрели восточноевропейские страны, члены ЕС. Киев покупает газ у Европы с наценкой, дешевле он может быть лишь в определенные периоды. Естественно, что ни о какой выгоде и газовой независимости говорить не приходится. В интересах Киева заключит с Москвой новый контракт на транзит и возобновить прямую покупку газа, сказал Жерехин. В свою очередь, Киев рассматривает различные сценарии прокачки голубого топлива, оставляя за скобками возможность заключения долгосрочного контракта. В частности, власть Украины предлагает учредить независимого оператора ГТС, работающего согласно европейскому газовому законодательству. Кроме того, Киев продолжает добиваться от РФ выплаты 2,56 миллиарда долларов по результатам стокгольмского арбитража. 29 октября исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook о подготовке нового иска к «Газпрому». Украина пытается шантажировать Россию. Киев пользуется тем, что прокачка российского газа по датскому участку будет невозможна еще несколько месяцев. Поэтому сейчас «Нафтогаз» стремится выторговать максимально возможные объемы прокачки. Однако на этом тактика руководства Украины заканчивается. Что делать дальше с дрехлеющей ГТС, в Киеве не знают, пояснил Жерехин. Руслан Бортник считает, что в решении газового вопроса киевские власти загнали себя в глухой угол. По его словам, отказ от прямых закупок российского топлива и общей нормализации отношений с РФ лишает Украину фундамента для социально-экономического развития. Главным архитектором приближающегося кризиса он назвал Кабалева, который сохранил пост главы «Нафтогаза» после победы на выборах Владимира Зеленского. Действия украинских властей по газовому вопросу – это преступления против экономики и собственного народа. Кабалев, на мой взгляд, сдает интересы страны западным партнерам. Без долгосрочного контракта и нормальных отношений с Москвой Киев не сможет обеспечить эксплуатацию ГТС на приемлемых условиях и спасти национальную промышленность, которая является главным потребителем российского газа, резюмировал Бортник. Продолжение следует...